Все, кто танцевали и пели, для меня были каким-то эталоном. Вы не профессионал? Ну, нет. В смысле нет? Я просто люблю иногда входить в караоке. Я до сих пор, честно говоря, пребываю в некотором состоянии сна, как будто это не со мной. Это сложно. Это сложно, интересно, занятно, круто. И спасибо, что этот проект существует. Удивительно, что я не думаю о том, что я нахожусь на высоте. Я просто превоплощаюсь в эту диву, которая не боится ничего, порхает с легкостью. Это очень большая ответственность. Хочется верить, что чуть-чуть мне удалось приблизиться и понять, что испытывала Мари, когда исполняла эти песни. Единственный клип, наверное, который я смотрел вот с такими танцами, это был Риги Марсин. Небо в твои глаза. Я ел баранку, у меня во рту бараны. Я надеюсь, что Аня Лорак увидит этот эфир. Конечно, увидит. О чем еще можно мечтать артисту, который выходит на сцену, который живет сценой. Какой предел мечтаний? Вот это ощущение, что ты можешь больше, круче. Ты суперзвезда. Да, я могу больше. Это большой шанс. Блайт-медиа в очередной раз дает шансы. Они меня отрубили микрофон. Погрейте нас еще, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, это все хорошо. Что, знаешь? Я не круглый. Ну, что тут так? Сизирует. Что? Сизирует. Ну, как ты чего? Ну, вот. Чего? Фоткарь. До этого приходилось ли показывать реке Мартина где-либо? Ну, только дома, на кухне, на табуреточке. Когда мама просила... Почему на табуреточке? А, то есть с детства? Нет. Нет, после 30-ти. Мама просто просила, ну, станцуй что-нибудь, спой. Вот ей очень нравилось. И так получалось, что единственный клип, наверное, который я смотрел вот с такими танцами, это был реке Мартина. Значит, действительно, это какой-то долгий процесс был. То есть ты когда-то показывал, и потом просто к этому вернулся. Я увидел клип и понял, что, блин, как клево. Ну, все танцуют, все двигаются, все так весело. И я пытался повторить. Там еще и Джексон был. То есть все, кто танцевали и пели, для меня были каким-то эталоном. Потому что это сложно. И это было интересно. И вот с того времени, я думаю, что что-то у меня осталось. Вокально мне очень хотелось петь рок, экстремальный вокал. Я к этому иду. Ну, да, да. Я пою в кавер-группе, и там мы экспериментируем. И есть возможность такая. И, собственно, и делаем какие-то авторские кавера, ну и переделываем что-то больше в рок. Но там тоже нужно танцевать. Участие в этом проекте поможет ли тебе в твоей карьере? Это поможет мне лично. Во-первых, клевое ощущение, когда ты не на корпоративе. А на такой огромной статусе. Да, это очень приятно. Это заряжает на тебя все камеры, все внимание тебе. Это не то, что когда на тебя смотрят и кушают там что-то. Нет, все внимание тебе. И это заряжает, дает вот это ощущение, что ты можешь больше, круче. Ты суперзвезда. Да, и этого иногда не хватает артисту, особенно когда ты долго в музыке и нет каких-то скачков. Да. И это, я надеюсь, что поможет мне поверить в то, что я могу больше. Ты очень классную тему затронул, потому что на самом деле очень важно, кто какую миссию несет этот проект для артистов, которые очень давно на сцене или всегда мечтали оказаться на сцене. Почувствовать вот этот масштаб, почувствовать то, что они могут все. Я желаю тебе и дальше в финале вот так же выступить. Спасибо большое. И чтобы ты завоевал весь этот зал. Я очень постараюсь. Пойду репетировать так. Ладно. А я посмотрю. Знаю, сердце разорваться может любя. Это так с душой расстаться, жить без тебя. Любовь моя, любовь моя, и над тобой стану солнцем я для тебя. Я хочу спросить, вы готовы падать? Сейчас нет, там у нас не будет выбора просто. Такая вот готовность. Это будет вот через пару минут у кого-то из вас уже. Я готова ко всем. Ради гинала. Потом выше ступи. Хоть на лошади падать. Страшно, конечно страшно. Да, ничего страшного. Леш, иди первый. Прыгайтесь. Я не волнуюсь, абсолютно. Вообще, ноль волнения. Сейчас все сделаем. А потом там снимем, когда меня будет трястить. Это ужасно. Это ужас какой-то. Все, заряжаемся, парни. Берем лечиться. На самом деле я ждала. В моменте, когда наконец нашел ярче звезд, появится кто-то, кто осмелится показать Ане Лорак. У нас сегодня целых три участницы. И наша прекрасная финалистка Анастасия, которая покорила совершенно всех. Рассказывай, как твои впечатления? Впечатления потрясающие, невероятные. Потому что я с детства, серьезно с детства мечтала прикоснуться к диве. И приблизиться к ее мастерству, к ее профессионализму. Для меня это была реально такая вот заветная мечта. Но на самом деле я очень хотела победить. И во мне было такое внутреннее ощущение. Мы с ней, во-первых, очень, как мне кажется, близки вот этой внутренней энергией. И для меня было самым главным критерием – это достойно показать вот такую Лорак, которая наявляется действительно дивой. Сейчас впереди тебе предстоит еще финальная песня. Какой тебе в целом номер нравится больше? Предыдущий или следующий? Мне безумно нравятся оба номера, но технически мне кажется более сложным. И от этого он ярче. Второй номер, который сольный. И я мечтала победить в тройке, чтобы его спеть. Там задействованы такие технические моменты. Подъем в высоту. То есть нужно петь в высоте. Я боюсь высоты, но когда я нахожусь на высоте и во время выступления, я удивительно, что я не думаю о том, что я нахожусь на высоте. Я просто вот действительно перевоплощаюсь в эту диву, которая не боится ничего, которая вот порхает с легкостью на сцене при любых условиях. Я прям безумно счастлива, безумно рада. Я надеюсь, что Аня Лорак увидит этот эфир. А что увидит? И мне очень хотелось бы узнать, какая у нее вообще будет эмоция. При просмотре и будет ли какая-то обратная связь. Это просто невероятно. Любовь моя, любовь моя, и над тобой стану солнцем я для тебя. Ничего красивее нету. Ты хоть что-нибудь увидел? Я вообще настаиваю, что с сегодняшнего дня все шоу, каждый номер, пожалуйста, можно даже не менять костюмы. Вот в этих костюмах каждый номер вот в полном составе, если можно. Я даже готов платить зарплату каждый из присутствующих. А как спел Михаил? Михаил, не важно. Пожалуйста. А я доеду. В целом, как вам уровень этого сезона? Мне кажется, даже лучше, чем первый Я ждала, наконец-то, это услышать Ну, мне так кажется Я ел баранку, у меня во рту бараны Я не знаю Так, а теперь содержатель Пожову будем Второй, мне кажется, поярче Почему? Как будто больше уловили структуру Или почему? Или потому что звезды Другие более понятны Понятен формат для участников Они уже ориентируются на первых И пытаются их переплюнуть Это круто, мне нравится Мне кажется, финал будет жесткий Да, мне тоже Как выбирать из таких Очень ярких пародий Я не знаю Если они все сделают хорошо, то это катастрофа Да, для вас Для нас, да Тогда я вообще не участвую в этом всем А я предлагаю поднимать зрительское голосование по всей стране Отдать им ответственность Ну нет, я на самом деле Мы берем ответственность на себя Это нормально, это профессионально Вы же берете на себя ответственность Какую-то, наверное Мы тоже берем ответственность Ну вот Тогда удачи вам в финале Да, это сложно Это сложно Это сложно, интересно, занятно, круто И спасибо, что этот проект существует Потому что благодаря этому проекту Не только профессионалы могут оказаться на крутой сцене Но и люди, которые никак не связаны с этим Кто-то связан, кто-то нет Это большой шанс Байт-медиа в очередной раз дает Раздает шансы Единственное, ребята Позиция должна быть не такой Вот если вы все встанете Как стоит Александр Серов Это будет разрыв Давайте я покажу вам Ну, во-первых Выпрямляем грудь Давайте, выпрямляем Во-вторых Животик чуть-чуть Чуть-чуть распустили И попочку чуть-чуть назад Немножечко Чуть-чуть Ну, смотрите Мы никогда не видели Серову сбоку Прикиньте Ноги, ноги, ноги Вот вы стоите вот так Нет, он так не стоит Он стоит чуть-чуть Вот, он чуть-чуть наездник В прямом смысле Вот И он, он, он уходит уже по помеченной территории Понимаешь? Вот это ист Да Вот давайте, если вы это сделаете Я поставлю балл Кто это сделает лучше всех Но мне кажется Кинг-Конг с бодуна такой Ха-ха-ха Ха-ха-ха Как дело жив Подними глаза Хорошо Врождественское небо Хорошо Загадай все то Это было невероятно Правая, левая нога Вот это, да? Контролировал движение Класс Как Леша мне заведовал И мне очень понравился зал Я думаю, что всем понравилось то, что мы сегодня сотворили на этой прекрасной сцене Поэтому было бы здорово еще и выиграть Опа! Да, а почему? Мне домой нельзя без выигрыша Почему? Не пустят А, жена? Почти Нельзя уезжать без выигрыша Точно, точно Дайте выигрыш, пожалуйста Хотя бы половину Кого еще умеете показывать, кроме Ну, я и тут-то не был уверен, что у меня получится Почему? Ну, Александр это потрясающий артист И он очень нравился моей маме Я еще в детстве слышал песни И Мадонна мне очень нравилась Вот, но... Да Да Наверное, может быть, я бы попытался Николая Носкова сделать Очень нравится мне Особенно еще в группе Парк Горького И, может быть, даже Алексея Чумакова Небо в твоих глазах Сложно ли удалось вообще, на самом деле, работа? Ну, в целом, наверное, да Потому что, если было бы больше времени Можно было как-то менее Какие-то, вот, как правильно жюри заметили Какие-то были движения непонятные Утрированные, сумбурные А если было бы побольше времени Можно было бы досконально изучить образ И подойти серьезно к этому Как давно вас утвердили на проект? Наверное, около месяца А, то есть был месяц Да Может, вы неправильно расставляли приоритеты? Наверное, мне просто, понимаете Тут же еще нужно и спеть красиво Мы же не профессионалы И хочется что-то там Не профессионал? Ну, нет В смысле, нет? Я просто люблю иногда входить в караоке Ну, как иногда? Ну, чаще, чем хотелось бы А правда? Ну, да Ваши профессии? Нет, я в школе, конечно же, пел Кто? Профессии? Психолог Доктор, я хочу поговорить об этом Приходите ко мне на прием Я оставлю вам визиточку У нас есть удобное кресло Это очень интересно Я, если честно, была уверена, что вы профессионал Я пока учился в институте Мне повезло Я попал в команду КВН И КВН, конечно же, дал свои какие-то плоды Раскрепощения Я вообще стеснялся всегда на сцену выходить И мало разговаривал Вот, поэтому в КВН, да Благодаря команде Отношению к сцене И все это не через какую-то сцену Всегда представлялось чем-то сложным А КВН дает возможность ее воспринимать Как-то несерьезно Кайфово И поэтому, наверное, да Но все равно сегодня не было возможности расслабиться Потому что, понятно, жюри строго И за каждую какую-нибудь оплошность, косяк Получим плохие отзывы Я люблю тебя до слез Без ума люблю Сложно показывать артиста Который может увидеть это выступление Но мне кажется, еще более ответственно Показывать артиста По которому все очень скучают Которого очень не хватает на сцене Человека, который прошел такой сложный путь Это очень ответственно Очень сложно И очень серьезно Прочувствовала ли ты на себе Вот этот груз? Безусловно Безусловно прочувствовала Это очень большая ответственность Исполнять песню артиста Которого уже нет с нами И все равно мне кажется Что то, как она чувствовала песни Никто из нас не повторит никогда Это безусловно Это даже не обсуждается Но мне очень хочется верить Что чуть-чуть мне удалось приблизиться И понять, что испытывала Мари Когда исполняла эти песни Что она отдавала зрителям Когда она исполняла эти песни Какую эмоцию она хотела дать И мне очень хочется верить Что мне чуть-чуть хотя бы удалось К этому приблизиться Прикоснуться И передать зрителям Передать телезрителям Те эмоции, которые она передавала В невероятном масштабе В невероятном объеме Мне кажется, что наши члены жюри Они являются калькой Чтобы увидеть эффект От вашего выступления То есть зрители, понятно У них своя реакция Мы ее не всегда видим Не всегда чувствуем Какая будет реакция у тех зрителей Это отдельная история Но то, какие слова говорили члены жюри То, какая эмоция у них родилась Потому что часто это бывает просто весело Но то, какие слова они подобрали Для вашего выступления Мне кажется, полностью отразило то Что у вас все получилось Я до сих пор, честно говоря Пребываю в некотором состоянии сна Как будто это не со мной Я когда стояла на сцене И слушала все эти слова Всю эту высокую профессиональную оценку От каждого из членов жюри Я не могу себе представить О чем еще можно мечтать артисту Который выходит на сцену Который живет сценой Который живет музыкой Что может быть еще Какой предел мечтаний Получать такую оценку Профессиональную оценку Своего труда, своего вклада Мы все очень трудимся Все, кто участвует в этом проекте Все очень много прикладывают усилий Очень многим жертвуют Временем, вниманием к семье И так далее, и так далее Но когда ты знаешь Что в конце тебя будет ждать такое Ничего не жалко Да никогда ничего не жалко В принципе Но я до сих пор Как будто в каком-то сне И это такое Очень интересное ощущение Давно его не ловила Вообще, вообще без птицов Браво! Оу! 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 За днях говорит Алексей Равн Кто это? Это легендарный человек Вот он подробно В какой области он вызвал Такую морю эмоций Он легендарный В области Джастин Тимблейковщины О, да Девочки! Да, да И Мартина пока еще не осталась На светочку У нас просто очень хорошая команда Одновременно Что-то не кажется Ага Я думал он Это настолько неприлично для нас дело Но мы готовы к стему нового Где Макс? Он в плену Оу, музыканты Учит партитуры Оу! Стombия Макс? Как nutrients Белая Белая Да, сейчас Его перебирали Все, их хорошо Это же круто!